Мастер Абракс В крайней мере, всегда известно, где его искать. Где? В лаборатории. Он оттуда почти никогда не выходит. Честно говоря, я думаю, что у него не всё в порядке с головой. И какое у тебя испытание? Я должен собрать для него разные травы. Здесь, в лесу. Помощь нужна? Нет, я должен сделать это самостоятельно. Всё равно спасибо за предложение. Сделай же что-нибудь полезное. Занимайся своими делами. Новое лицо. Наконец-то. Смогу кого-нибудь отправить. Хвала богам. Ты со мной разговариваешь? Естественно. Все остальные заняты, делают вид, что заняты или просто маются дурью. А мне нужно передать послание Северину. Он помогает работать с артефактами на ферме. Кажется, она называется ферма Тильды. Мне нужны все люди, все до единого, чтобы вытаскивать артефакты. Но кто-то должен передать Северину, как у нас дела. Скажи ему, что нам нужна помощь. Людей здесь слишком мало. Северин послал меня к тебе. Хорошо. Что он сказал? Когда ждать подкрепления? Скорее бы. Подкрепления не будет. Он говорит, у него и так большие проблемы. Проклятие. Я так и знал. У нас просто тут бросит. Кошмар какой. У нас есть выбор, работать быстрее или сгнить тут. Спасибо за новости. Золотом тебя отблагодарить не могу, так что возьми эти эликсиры. Ступай к Северину и передай этому, передай ему, что мы все еще живы. Не очень понятно. Северину и передай ему, что мы все еще живы. Говорят, что у нее появилось много вкусненького. Беженки. Сатэндовик Роша. Молоденькие. Свежие. Священник. Сочинив нас. Свежие. Свежие. Поехали. Нито не говорит. Свежие. Время. Похали. Черт. Шесть. Черт. Попробуй. рудольф все еще жив у него полон рот забот с этими руинами на западе рад слышать что он по-прежнему с нами в последнее время многие погибли вот возьми это заклинание в благодарность за службу ордену эй погоди ты же на гору поднимался так и что чего тебе здесь надо я тебя не узнаю а тебе какое дело да никакого никакого только если сантьяго тебя заметит будут у тебя неприятности кто такой сантьяго парень из инквизиции лучше бы тебе с ним не связываться а он тебя в мгновение ока в монастырь рекрутам отправит а что происходит в монастыре сначала тебе в руки суют большую палку потом отправляют подметать двор или нести стражу как меня даже пиво бутылочки нет для настроения я бы за пиво сейчас что хочешь отдал все более менее приличное держат в старом винном погребе а он всегда на замке ну звучит не так и плохо что ж если тебе нравится найди сантьяго и присоединяйся вот глотника вот этого пиво ты принес пиво вот это хорошая штука как вода для умирающего чем ты тут занимаешься стерегу дорогу от разных тварей еще могу стать бесплатным обедом для какой-нибудь голодной зверюги которая сюда случайно забредет а почему бы тебе не сбежать просто ты хоть разок услышишь этот шорох в тени будешь просто счастлив что у тебя есть безопасное место для ночлега здесь ничего веселого нет но и кругом тоже даже если б я добрался до харбортауна инквизиция меня снова сюда пригнала бы на этом острове прятаться особенно негде так что выбор у меня не богатый какие тут твари водятся о да самые разные из земли вокруг тех развалин понавалезали представь свой самый страшный ночной кошмар и умножь на два вот такие они я никаких тварей не вижу о они хитрые хитрые и злобные я вижу как они в тенях притаились и ждут боже ты только глянь какого это хрень размера что где я ничего не вижу ты наверное травки перебрал так кто это у нас я тебя не знаю сдается мне ты просто бродяга а бродяжничество вне закона так что или ты мне назовешь причину по которой ты здесь или быстро станешь рекрутом я доброволец я уже в монастыре а но тогда мы узнаем это у мастера паласа пойдем прямо к нему еще один рекрут я правильно понимаю что стражники привели тебя сюда поскольку ты нарушил закон нет я тут добровольно понятно тогда у тебя наверняка есть что-то для меня у меня письмо от коменданта карлоса посмотрим бил шур так понятно ты помогал в харбортауне любопытно это все меняет нам нужны такие люди как ты для чего а это тебе решать здесь мы можем начать тренировать тебя как рекрута ставшего на путь война а есть варианты есть если дух твой силен ты можешь стать послушником а впоследствии и магом что бы ты не выбрал начальное обучение будет одинаково и что входит начальное обучение основные принципы боя на посохах после этого тобой займутся мастера и будут учить разным вещам этот этап необходим и не зависит от выбранного пути что будет если я захочу стать воином ордена воины обучаются бою на посохах и естественно простой магии ты станешь искусным бойцом имеющим в арсенале и могущественные боевые заклинания что мне ожидать от пути мага магия дисциплина требовательная нужны терпение внимание опыт и самопожертвования расширенный курс боевого обучения тебе не понадобится просто не хватит времени но магия щедро вознаграждает ты получишь доступ ко всем заклинаниям которым мастера могут научить тебя я сделал свой выбор хочу быть воином ордена тогда проходи в дверь направо от меня там встретишь рекрута калиба он выдаст тебе одежду и объяснит следующие шаги каково это быть воином ордена сначала ты станешь одним из многочисленных рекрутов мало у кого хватает способности стать полноценным воином но и от рекрутов есть польза чем занимаются воины ордена воины защищают священный огонь они рука что несет слово и сражается во имя человечество их навыки боя с посохом и боевая магия представляют собой смертоносное сочетание но мало кто так далеко заходит сперва следует сосредоточиться на начальном обучении и чего мне ждать от начального обучения вполне логично что сначала ты изучишь способы нападения и защиты способом затем твоим обучением займутся мастера а твоя роль в этом всем какая ты так и не сказал если не считать того что я отвечаю на вопросы подобных тебе я администратор монастыря местных хлопот мне хватает с головой тебе нужна помощь нет сосредоточься на обучении и будущих испытаниях каких это испытаниях каждый мастер испытает твои способности так здесь растешь в статусе тебе следует внимательно слушать и усердно учиться мы ожидаем от тебя именно этого а у тебя уже есть для меня испытания ты уже оказал огромную услугу ордену мне нет нужды испытывать тебя текст имеет отношение к магии лучше начать сначала и еще раз вот рекрут верно не смотри на меня я за тебя не отвечаю иди поищи калиба эй тебе что-нибудь нужно мастер палас сказал что у тебя есть для меня мантия да ну неужели ну что ж ты получишь свою мантию когда заслужишь ее подмети полы в вестибюле во всем вестибюле я не собираюсь ничего подметать дай мне мою мантию нет я пошутил а ты ведь всерьез собрался верно вот бери свою мантию надень ее скорее пока кто-нибудь не столь честный как я не поймает тебя на крючок вот мантии идут всем у всех становится одинаково полоумный вид ладно ладно спокойно я просто шучу вот и возьми этот план с ним ты не потеряешься и не будет повода взлиться ты выглядишь очень расслабленно ты ведь не по своей воле сюда пришел верно да я пришел добровольно тебе что жить надоело разве ты не знаешь чем мы все тут кончаем расскажи большинство рекрутов новичков долго не живут мы всего лишь пушечное мясо и нас посылают туда куда прикажет адквизитор как он захочет так и будет нас тренируют недолго а потом большинство посылают в руины и немногие возвращаются оттуда так что оставь это свое добровольно при себе многим людям просто не дали выбора тебя назовут сумасшедшим где тут можно поспать я лучше покажу тебе как выбраться отсюда именно это я и спросил когда меня притащили сюда но не беспокойся когда-нибудь они откроют ворота когда-нибудь мастер игнатий говорит палосу кто может проходить через ворота но он такой же заложник инквизиции как и всем и здесь так что устраивайся поудобней осмотрись вокруг найди себе дело пока тебя не отправили к руинам кто такой мастер игнатий это хороший вопрос сейчас тебе достаточно знать что если мастер игнатий приказывает открыть ворота их открывают если приказывает закрыть закрывают значит он тут главный угадал он был главным пока не появился инквизитор и поверь мне инквизитору наплевать на нас рекрутов ладно так где мне можно поспать я покажу тебе текст имеет отношение к магии а я вижу среди нас есть новый преступник преступник видишь ли неважно что ты натворил в прошлом здесь ты начинаешь с чистого листа по крайней мере сейчас хватай посох и быстренько возвращайся сюда скоро ты у нас будешь весь в синяка как и остальные кто ты я мастер арен я знаю о чем ты думаешь вот думаешь ты приятный человек свой парень поэтому прежде чем испытывать меня или ослушаться меня подумай насколько тебе дорога твоя печень зачем мне посох потому что все учатся как сражаться здесь посох это благородное оружие в умелых руках не менее смертоносная чем меч но умение владеть мечом тоже не помешает я думаю что будет разумно выяснить что тебе нужно потренировать глупо умирать слишком быстро где твой посох ты наблюдателен мне это нравится я закончил свое обучение теперь твоя очередь заняться своим кстати если будет нужно я могу взять любой из посохов даже не напрягаясь где мне взять посох поищи возле монастыря парень используй оба своих глаза я скоро вернусь арик не забывай обращаться ко мне мастер поверь тебе лучше даже не задумываться о том чего мне стоило получить этот титул как скажешь скоро ты всему выучишься и мне не придется приводить тебя в форму здесь мы тренируемся таких мест тут полно здесь ты будешь получать базовые боевые навыки сколько времени это занимает пока мастер арик не скажет что ты готов после этого твое обучение продолжит мастер витус пойдем я покажу тебе еще кое-что ты будешь жить в одной комнате с хеммлером пойдем я покажу тебе где это ты ты тут недавно совсем недавно этого рекрута убили что ты об этом знаешь ничего меня отправили в эту комнату говорят вам не хватает рекрутов если вы так их встречаете я не удивлен что дела обстоят таким образом я не обвиняю тебя благодаря тому что ты только что прибыл у тебя есть два нужных мне качества ты не мог совершить это преступления это раз тебе нужно проявить себя это два можешь для начала выяснить кто это сделал я не знаю что здесь произошло я даже ни с кем не знаком значит ты сможешь быть объективен попробуй рассмотреть голые факты для начала этого человека закололи ударом в спину никаких признаков магии и соответственно никаких причин мне лично уделять свое внимание этому делу с чего мне начать расследование тебе поможет мастер витус почему я думаешь тебе не по зубам это дело а почему вы так уверены твоя внешность твои манеры ты не с этого острова значит ты здесь вне закона также это значит что ты выжил меня окружают книжные черви мне нужен кто-то кто умеет выживать у меня есть более важные дела но я хочу знать было ли это обычное преступление или за этим стоит нечто большее возвращайся когда добудешь ответы это твоя комната ну а никто не мог знать что случится с хемлером жуткое дело ну ты справишься а мне надо где я могу достать посох посох ну у нас есть погреб что ну посох посошок выпивка погреб я просто шучу прости приходится хоть как-то развлекаться попробуй спросить Карлсона кузнеца и я я и 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 Хеммлера убили. Да, новости здесь распространяются быстро. Скоро весь монастырь будет знать. Но, разумеется, все утверждают, что ничего не видели и не слышали. Это сильно усложняет поиски убийцы. Тебя назначили вести расследование. Желаю успехов. Насчет Хеммлера. Когда произошло убийство? По всей видимости, Хеммлер был убит в то время, когда ты появился. С тех пор никто не покидал монастырь. Поэтому надо полагать, что убийца все еще здесь. Есть те, кто указывает пальцем на тебя. Тебе нужно точно удостовериться, прежде чем указать пальцем на кого бы то ни было. Почему Хеммлера убили? Хороший вопрос. Когда ты узнаешь ответ на вопрос, почему его убили, тебе будет намного легче выяснить, кто его убил. Есть предположения, с чего мне лучше начать? Возможно, с того места, где обнаружили Хеммлера. Послушник Каспар отвечает за монастырские комнаты. А еще он торгует с рекрутами. Поэтому он должен быть в курсе многих событий. Поговори с ним. Скажи, что я поручил ему помочь тебе. Я прибыл, чтобы пройти испытания. Просветление можно обрести в разных местах. Найди доверие и мудрость в битве. Хорошо. Хочешь сказать, мне надо сражаться? Разгадать смысл моих слов – первая часть испытания. Где мне найти остальных мастеров? Я скажу тебе, когда придет время. Сначала закончи основную подготовку. Только потом ты встретишься с ними. А вот человек, которому не помешает хорошее оружие. Какое оружие у тебя есть? То самое, которое ранит, убивает и разрушает. Но все стоит денег. Если нет золота, можем поменяться. Мне нужен посох. Посмотрим, что у меня есть. Вот смотри, дуб. Хорошее прочное дерево. Самое то, чтобы кому-нибудь зубы побывать. Послужит лучше большинства мечей, если хорошо тренироваться. И не нападать ни на тех людей. А с чего этот кузнец занимается посохами? Да тут только на них и спрос. И очень жаль, кстати. Я-то на мечах специализируюсь. Я помню каждый меч, который когда-либо попадал мне в руки. Неважно, ковал я его, чинил или просто заточил разок. Я тебе не Оскар из лагеря Дона, чтобы с украшениями всякими возиться. Хороший крепкий меч, вот то, что надо. А у тебя нет оружия поприличнее? Давай-ка я возьму какое-нибудь свое оружие и настучу тебе по голове. Сам посмотришь, достаточно ли оно приличное. Спокойно, задира. Ты узнаешь этот нож? Дай взгляну. Черт, да на нем же кровь. Ты зачем это мне суешь? Посмотри на него. Да, я его затачивал как-то. Только тогда на нем крови не было, естественно. Это один из кухонных ножей Арлока. Ты уверен? Ну, конечно, я уверен. Ну! Эй, ты новенький, верно? Я Каспар. Если тебе здесь что-нибудь нужно, обращайся ко мне. Я помогу. За некоторую плату, разумеется. Ты ведешь дела с рекрутами? Я веду дела со всеми, у кого есть золото. Я непривередлив. Но никакой травки и оружия. Потому что я не глуп. Все остальное на здоровье. Я выполняю задание инквизитора. Правда? Что старик тебе поручил? Я должен найти убийцу Хеммлера. Лучше ты, чем я. На самом деле мы оба должны. Мастер Витус сказал, что ты мне поможешь. Что? Скажи, что ты шутишь. Боюсь, что нет. Эх, только этого не хватало. Ладно. Давай побыстрее разберемся с этим. Я не хочу знакомиться с темной стороной инквизиции. Что ты знаешь о Хеммлере? Бывший преступник. Скользкий тип. Бродил тут в округе потихоньку. Никогда не знаешь, о чем он думает. То, что он скользкий тип, еще ни о чем не говорит. Как насчет улик? Тебе удалось обыскать его комнату? Я обыскал комнату и тело Хеммлера. Ты что-нибудь отыскал? Я нашел немного еды. Разве Хеммлера отравили? Нет. Так что я думаю, что эта находка не имеет значения. Можешь оставить ее себе. Я нашел немного золота. Хеммлер всегда производил впечатление богатого человека. Возможно, он много потратил. Или кто-то взял все золото. И оставил немного, чтобы сбить нас со следа. Возможно. Можешь оставить себе то, что ты нашел. Пусть это будет наградой за твою работу. Я нашел немного брюгла. Ничего удивительного. Он продавал эту дрянь. А ты не подумал, что мне стоило немедленно сказать об этом? Ты знаешь, где лежат запасы его товара? Он явно не сам его вырастил. Думаю, он добывал его где-то снаружи. Не знаю как. Хеммлеру не разрешалось покидать монастырь. Значит, у него должен был быть сообщник за стенами. Или кто-то, кто имеет право выходить из монастыря. В комнате Хеммлера я нашел нож. Не так-то много здесь холодного оружия. Смотри, на нем засохшие пятна крови. Эй, неужели ты только что дал мне штуку, которой его убили? Похоже, это орудие убийства. Но зачем оставлять его здесь? Видел ли ты этот нож раньше? Это похоже на один из кухонных ножей Арлока. Может быть, этим ножом просто резали мясо к ужину. Или я слишком наивен? Ты представляешь себе, кто мог быть поставщиком Хеммлера? Не смотри так на меня. Да, я тоже курил. Но это все. Куча народу курит. Ведь здесь часто бывает скучно. Власти знают об этом, но закрывают на это глаза. Но кто бы ни был поставщиком Хеммлера, это должен быть кто-то, кто имеет право выходить из монастыря. И о чем это нам говорит? Тебе нужно поговорить с мастером Паласом. Он отвечает за ворота. Насчет Хеммлера. Хеммлер продавал брюгал. Хм. Как ты думаешь? Ты делаешь успехи. Полагаю, ты разговаривал с Каспаром. Он смышленый парень. Работай с ним и доложи мне, когда найдешь убийцу. Я полагаю, труп для расследования больше не нужен. Я позабочусь о том, чтобы Хеммлер мог спать спокойно вечным сном. Паласом. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как тебе такой поворот, умник? Эй, ты не находил золото? Я тут кошелек потерял. Ты думаешь, он так тут тебя и дожидается? Ты хоть представляешь, какой народ тут ходит? Ну да. Похоже, больше я его не увижу. Мне нужны имена всех, кто имеет право покидать монастырь. Серьезно? А зачем тебе они? Я расследую убийство Хеммлера. Понятно. Убийство – это дело серьезное. Однако, я надеюсь, ты не собираешься забрасывать свое обучение из-за этого, правда же? Да нет, конечно. Не собираюсь. Ясно. Расскажи мне о своих успехах, а я посмотрю, чем могу помочь. Могу ли я покинуть монастырь? Иногда можешь, но поверь мне, здесь внутри гораздо безопаснее. Как мне выйти из монастыря? Мастер Палас открывает ворота. Но он делает это лишь тогда, когда мастер Игнатий сочтет тебя достойным. Мастер Игнатий? Ха! Калиб рассказывал мне про него. Ты скоро встретишься с ним. У тебя нет никаких неотложных дел? У меня уже есть посох. Посох у тебя есть. А знаешь ли ты, что с ним надо делать? Наносить удары? Просто сказать, но трудно сделать. Немного умения, и ты можешь превратить человеческое тело в окровавленный мешок сломанных костей. Для начала, тебя научат самым простым движением некоторые мои бойцы. Такер Уильям и Ката. Когда они решат, что ты умеешь достаточно, возвращайся ко мне. И я буду наблюдать за тобой. Не заставляй мне напоминать тебе о роли мастера. Я требую уважения. Понятно? Можешь мне показать это еще раз? Я терпеливый человек, парень. Мне приходится быть таким. Но всему есть пределы. И ты рискуешь их перейти. Думаю, это ясно, мастер. Так, достаточно. Вы все еще хотите испытать меня? Да, я как раз думал, не испытать ли тебя. Думаю, что сперва надо посмотреть, как ты справишься с другой палкой. Найди метлу и вымете мои комнаты. Кажется, мы не знакомы. Меня зовут Уильям. Ты доброволец? Да. Все мы сражаемся по одной причине. Я так понял, ты здесь по своей воле? Да. Мне есть за что сражаться. У моих родителей была ферма тут, на острове. Пока эти храмы не выскочили из-под земли, теперь у них ничего не осталось. Если бы здесь не было воинов, мои родители погибли бы. А теперь они здесь, в Карбортауне. Я поклялся сражаться с этими тварями. Твоя мать, Тильда, искала тебя. Моя мать? Надеюсь, с ней все в порядке? Да. Она в Карбортауне. Хорошо. Там ей следует быть. Спасибо, что сказал мне. Не сейчас. Теперь у вас в комнатах чисто. Хорошо. Теперь, возможно, ты готов и к палке, у которой нет на конце щетины. Если нет, ступай к Карлоку. Уверен, что ему пригодится помощник для чистки картошки. Я готов тренироваться. Тогда иди и тренируйся. Предполагается, что ты будешь обучать меня. Ты справишься. Ты справишься, если тебе хватит стойкости. Ты можешь пройти силовую подготовку с такером. И я покажу тебе, как сражаться с посохом. Я не мастер, но знаю достаточно, чтобы обучить тебя основам. Когда такер сочтет, что ты достаточно силен, приходи ко мне обучаться приемам. А потом... Потом ты встретишься с Като. Будь осторожен с Като. Он здесь самый вредный. Като лучший боец? Лучший боец мастер Ари. Като скорее дурак. Не расслабляйся с ним особо. Эй, смотри, еще один рекрут, верно? А я такер. Тоже рекрут Инквизиции. Забавно. Люди, которые лишили меня свободы, теперь хотят, чтобы я сражался за них. Ты не думаешь, что нам стоит сражаться? Против кого? За что? Если они пихают нас на службу, значит, дело пахнет жареным. Так ведь особого выбора у нас нет. Нет. Все, что мы можем сделать, это подготовиться. Один лишний час тренировки может оказаться решающим на весах жизни и смерти. Вроде мы должны были учиться. Роскошная жизнь. Верно? Верно. Это они мне и говорили. Чтобы хорошо владеть посохом, нужно оттачивать силу и технику. Развивай руки. Твой удар всегда должен быть сильным. А как только ты научишься, мы будем участвовать в учебных боях. Чтобы посмотреть, годится ли хоть кто-нибудь из нас на что-нибудь. Как мне улучшить мою технику? Я не специалист. Для меня важнее мускулы. Тут важна не только сила. Как будто рекрутов учат чему-то еще. Ладно, я покажу тебе то, что знаю. И ты можешь спросить Уильяма. Он умеет даже больше моего. Есть ли какие-нибудь правила на арене? Самые простые. Бой начинается, как только ты ступаешь на арену. Бой длится до тех пор, пока кто-нибудь не оказывается лежащим на полу. Лежащего бить нельзя. Или сражения заканчиваются, если кто-нибудь сдается. Давай проведем учебный бой. Да, я бы не отказался. А если ты проиграешь, мы можем сразиться снова. Мы все на одной стороне. Чем мы сильнее, тем лучше для всех нас. Тогда сразись со мной! Неплохо. Ты в хорошей форме. Я научил тебя всему, что знал. Теперь тебе нужно сразиться с Уильямом. Он поможет тебе улучшить твою технику. Надеюсь, ты сгниешь, как и все остальные фанатики. Я повысил свою силу. Думаю, настало время потренироваться. Что ж, похоже, ты прошел у Такера силовую подготовку. Так что, пожалуй, я готов. Начинаем бой? Это следующий шаг. Пора покончить с этим. У тебя есть талант. Спасибо за урок. Я сделаю выводы и буду больше тренироваться. Ну, на сегодняшний шаг. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хм, а ты лучше, чем я предполагал. Наш следующий бой пройдет на арене. Там все будет иначе. Да. Я готов сразиться с тобой на арене. Тогда хватит болтать. За дело. Ты будешь драться со мной на арене? Похоже на то, правда? Пришло время драться. Похоже, твои тренировки тебе помогли. Похоже на то. Ну как? Я прошел испытания? Кое-чему ты научился. Есть тут еще кто-нибудь, с кем я могу сразиться? Или на этом все? Что? А я смотрю, ты агрессивный ублюдок, а? Иди-ка с Сариком пообщайся. Он с тобой разберется. Это кого ты ублюдком назвал? А что мне теперь? Поцеловать тебя и сказать, что ты отличный боец? Ублюдок ты и есть! Победить Като – большое дело. Ты просто молодец. Я рад, что ты сделал это. Его надо было поставить на место. Он не самый дружелюбный человек из тех, кого я встречал. Осторожнее. Теперь у него на тебя зуб. Думаешь, он такой? Като – из тех, кто всегда хочет мести. Но он не станет с тобой больше связываться. Он оставит это кому-то покрепче. Ставлю на Арика. Что сделает мастер Арик? Самое простое. Тебе, например, могут не позволить закончить основную подготовку. Като дружит с Ариком, поэтому тот сам может бросить тебе вызов. В таком случае я должен его победить. Арик – сильный соперник. Внешне он кажется очень любезным. Но на самом деле может постоять за себя. Что ты сделал с Като? Я сражался с ним. Ты же велел тренироваться. Я сказал тренироваться. Я никогда не видел его таким избитым. Но даже если ты одержал несколько побед, это еще не делает тебя хорошим бойцом. Нет? Нет. Теперь пришло время тебе сразиться со мной. Если ты чувствуешь, что тебе нужно еще потренироваться, сейчас самое время. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я с легкостью вытащил у тебя почки через ноздри. Я готов. Сразимся. Остается надеяться, что ты сражаешься столь же уверенно, как и болтаешь языком. Ты не знаешь, кому переходишь до... Остается надеяться за мир. У вас�� страх. Увэй. Маду. 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 Мне нехорошо. Разве это не делает меня мастером? Ха! Продолжай в таком дуке еще лет пять или шесть, и тогда, может быть. Ты хорошо справился. Неплохо обращаешься с посохом. Спасибо. Насколько я вижу, ты готов ко всем сюрпризам, которые тебя могут поджидать в этом месте. Ступай, поговори с Витусом, и удачи тебе. Основное обучение завершено. Войн никогда не прекращает учиться. Не забывай об этом. Однако ты показал дисциплинированность. Пришло время продвигаться в обучении дальше. Винс даст тебе пройти в верхнюю часть монастыря. Теперь иди и продолжи подготовку. Расскажи мне об остальных мастерах. Ты уже сталкивался с мастером Паласом. Он встречал тебя во ворот. Остальных мастеров ты найдешь в верхней части монастыря. Илюмар научит тебя писать свитки. Зайрус имеет дело с артефактами с развалин храма. Игнатия Мудрого ты найдешь в священном зале. Наш алхимик-мастер Абракс ходит повсюду. И все они будут обучать меня? Здесь и следует учиться. Все мастера почитают науку. Все, что мне надо, это имена. А все, что нужно ордену, это способные и преданные воины. И я считаю своим долгом готовить таких людей для ордена. Если ты не способен защитить себя, твое расследование бессмысленно. Иди и учись. Потом поговорим. Мое обучение продвигается. Хорошо. Обучение – это очень важно. Тренируйся. Это пойдет тебе на пользу. Список у меня. В нем именно тех, кто последнее время имеет право свободно покидать монастырь. Это нам очень поможет. Хорошо. Тогда продолжай расследование. Паллас дал мне список всех, кто имеет право выходить из ворот. Дай-ка мне глянуть. Один из этих людей должен быть партнером Хеммлера. Я не знаю. Это может быть любой из них. Тебе придется самому поговорить с ними. Понять, что они знают. Энс и Эш в течение дня находятся в верхней части монастыря. Однако тебе придется дождаться вечера, чтобы поговорить с ними, когда они вернутся в свои комнаты. Если только ты не закончишь базовое обучение, тогда ты сам сможешь подняться в верхнюю часть монастыря. А как насчет тебя? Ты тоже в списке. Ты думаешь, что я мог бы пойти на такой риск? Если с тобой какие-то неприятности, тебя пошлют в руины. Возможно, ты врешь. Да, но я не вру. Ну же, стал бы я помогать тебе, если бы я врал. Ты можешь продолжать задавать мне вопросы. Но ты зря теряешь время. Стой, незнакомец. Я закончил подготовку. У меня есть разрешение. Тогда можешь пройти в верхнюю часть монастыря. А-а-а. Рекрут, который ценит заклинание не меньше, чем посох. И кто ты такой? Меня зовут Энсо. Я тоже ищу знания. Нашел что-нибудь? Еще бы. Книги прояснили очень много. Из них все можно почерпнуть. Книги, знания. Я это запомню. И еще. Я советую тебе не пытаться попасть в священный зал, если у тебя нет разрешения. Почему? Видишь, Стражников? Если ты познакомишься только с их кулаками, считай, повезло. Если не повезет, узнаешь кое-что еще. Я сбился с пути, и теперь вынужден мыть полы вместо того, чтобы учиться. Ну, может, ты через это обретешь просветление? Ты так считаешь, правда? Тогда я должен всецело этому отдаться. Ты что-нибудь знаешь о Хемлере? Полагаю, он один из рекрутов. Однажды он пытался продать мне брюгал. Но я не хочу достигать просветления таким способом. Эй, есть покурить? Я с этой дрянью не связываюсь. От нее мозг гниет. А кроме мозга у человека ничего нет. Что бы ты ни делал, тело может подвести, а мозг никогда. Я мастер Игнатий. А ты кто такой? Твое начальное обучение завершено. Однако впереди тебя ждут иные испытания. Ты хочешь лично испытать меня. Я правильно понимаю? Значит, я хочу кое-что тебе показать. Субтитры сделал DimaTorzok Что мне предстоит? Это библиотека. Великая мудрость таится в этих книгах. После того, как ты прочтешь их и освоишь ритуал, открывающий дверь в круг магов, мы вернемся к этому разговору. Тут явно замешана магия. Так, про свитки и компоненты. Для создания свитка телекинеза требуется пыльца с крыльев. Эй, ты! Рекрут! Что ты здесь делаешь? Я ищу книгу. Какую-то особенную книгу? Она называется «Мудрость боя». Должна быть где-то в монастыре. Ты любишь читать? Да, я много читаю и много пишу. Ты пишешь книги? Не книги, свитки. Я забочусь о том, чтобы у Ордена всегда было в достатке свитков исцеления. В общем, я большую часть времени этим занимаюсь в комнате для письма. Да, еще тренируюсь с арбалетом сам и тренирую других. С арбалетом? Мы не используем их в бою, но я, если честно, отлично стреляю, и мне это нравится. А ты можешь научить меня? Скромности тебе не занимать, а? Да, могу и тебя научить. Ты не будешь против, если я посмотрю эту книгу? Ну, конечно. Все равно моим глазам нужно отдохнуть. Текст имеет отношение к магии.